Или расторжение коалиционного соглашения, или совместная работа без интриг и провокаций. Навести порядок в отношениях лидеров Альянса призывают уже депутаты Джигуркукинеша. Законодатели говорят, пока нынешний спикер Ченебай Турсумбеков занимал пост главы коалиции, строить диалог еще было возможно. Сейчас главы партии в парламенте перешли к открытому противостоянию. Тот аргумент, в соответствии с которым Атамикен должен покинуть коалицию, из-за того, что она не поддерживает проект Конституции, я думаю, что это нонсенс, поскольку и соглашение о коалиции, и по закону, и по политическому этикету это неправильно, когда из-за выражения своей позиции, позиции партии, позиции политических взглядов она не может быть рассеяна как предательство или как повод для выхода из коалиции. Но если лидер СДПК считает, что коалиция должна быть сформирована по новому формату, то у них есть полное право и им самим разрушить. Народные избранники говорят, лидеры фракции коалиции большинства уже вряд ли смогут наладить конструктивный диалог, как это было прежде. У всех появились новые амбиции и новые интересы. Серьезный раскол внесли и разногласия по поводу проведения референдума. Теперь главное, чтобы это противостояние не помешало работе Жгур-Кукиниша, говорят парламентские оппозиционеры. По-моему, вчера открыто сказали, что коалиция в реанимации, коалиция уже не существует. Ну, вчера сказали, что четыре часа фракцию ОНГ приглашал и хотели назначить лидера коалицию, но сегодня утром никаких объявлений не было. Я думаю, это тоже не получилось. Вот за это все впереди, еще переговоры идут, наверное. Я думаю, эта коалиция, если не распадется, все равно дальше не может работать. Мы все-таки люди, которые находимся на вершине политической пирамиды. Кто-то претендует на это нахождение там, на политическом олимпе, кто-то нет, но тем не менее по законодательству мы несем ответственность. Мы люди, которые по закону, на нас возлагается миссия отвечать за развитие политики, да, будущее. Поэтому я тогда уже предложила и сказала, всем сторонам стоит остановиться, все-таки это еще не та фаза войны, да, надо остановиться и просто подумать о будущем. Нельзя вот так, вот это все в агрессивной риторике. Сами лидеры, которые вчера уже провели переговоры и даже по слухам договорились об избрании нового главы коалиции большинства, от комментариев отказываются. Каждый опасается делать громкие заявления до полного решения политических споров. Однако обещают, что уже на днях позиция будет озвучена. Сегодня к вечеру будет, ясно. Вот сейчас, сейчас, вот сейчас решится этот вопрос, хорошо? Ну, если есть, я что-то скажу сам. Сегодня не говори в комментариях, завтра, завтра. Завтра по графику у депутатов заседания фракции. Возможно, что на своих заседаниях ряд партий все-таки заявят о выходе из коалиции. По крайней мере, в кулуарах не исключают, что интригующие обещания лидеров фракции связаны с тем, что решение о развале коалиции уже все-таки принято. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС